Италия намерена поставить Украине систему противовоздушной обороны, чтобы помочь защититься от российских обстрелов. Однако прежде чем осуществить передачу ЗРК, необходимо решить технические проблемы. Об этом заявил 10 января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Министр Таяни сказал, что Италия работает совместно с Францией над решением проблем развертывания ЗРК СМПТИ. Нет тормозов, но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы инструменты работали. Военное командование работает над этим, сказал он. Неуточненные источники в итальянских СМИ сообщили, что правительство Италии столкнулось с сопротивлением при одобрении решения об отправке средств ПВО в Украину со стороны своих правых союзников Матео Сальвини и Сильвио Берлускони. Эти оба политика имеют давние связи с Россией. Но источники из нескольких политических партий 9 января заявили об отсутствии каких-либо проблем с указом. В СМИ отмечают, что другой проблемой, которая может сдерживать принятие решения, является беспокойство относительно лишения итальянской армии систем противовоздушной обороны. Ведь две из пяти их зенитных батареи развернуты в Кувейте и Словакии. Напомним, в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджи и Мелани. Тогда Мелани сообщила, что Италия рассматривает предоставление Украине систем противовоздушной обороны. А перед этим еще в начале ноября прошлого года представитель правящей коалиции сообщил СМИ, что правительство Италии рассматривает предоставление Украине различных средств ПВО, включая франко-итальянские ЗРК Сэмпти и итальянские Аспайт, которые были выведены из эксплуатации, но все еще способны сбивать самолеты и беспилотники. Продолжение следует...